Витаю! В этом видео в Африкат МКЕ мы посчитаем ферму из гнотосварных профилей, или проще говоря, из прямоугольных труб с использованием конечных элементов пластины. Для начала нарисуем ферму. Переходим в архитектурный верстак, вызываем инструмент ферма, рисуем линию, равную длине пролета. Теперь настраиваем внешний вид фермы. Инструмент фермы позволяет создавать ферму различной конфигурации. Со стойками и раскосами в одном направлении, со стойками и раскосами в двух направлениях, только с раскосами. Односкатную ферму. Двускатную ферму. Двускатную ферму с обратным уклоном. Для данного видео я ограничусь простой фермой с параллельными поясами. Стенки труб мы будем моделировать при помощи конечных элементов пластины. Чтобы минератор сеток сгенерировал нам нужный тип конечных элементов, с 3D-моделью фермы нужно выполнить некоторые преобразования. Для этого переходим в парт. Создаем простую копию фермы. Переходим в драфт. И выполняем даунгрейд простой копии до тех пор пока все элементы не превратятся в наборы плоских граней. Переходим в буты. Как видите, этот смо Теперь созданную в архитектурном верстаке ферму можно удалить, она нам больше не понадобится. Далее нужно поудалять все лишние грани, которые могут помешать нормальной генерации сетки конечных элементов. Например, вот такие вот части. Продолжение следует... Также нужно убрать грани на торцах труб. Теперь оставаясь в драфт, возлаг фермы нарисуем площадки, где будет прикладываться нагрузка. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Теперь наша ферма готова к расчету. Если скрыть одну из боковых граней, нужно убедиться, что ферма действительно состоит из труб. Теперь перейдем в парт. Выделяем все и выполняем болевое слияние. Теперь переходим в МКМ. Создавим контейнер с расчетом. Линируем сетку конечных элементов. Назначаем толщину пластины. Это поле оставим пустым, что означает, что всем стенкам всех труб будет назначена одинаковая толщина. Добавим материал. Аналогично с толщиной пластин. Это поле тоже оставляем пустым, что значит, что всем элементам фермы будет назначен одинаковый материал. Добавим нагрузки. Добавим собственный вес. И нагрузки в узлах. Решton. Отлично. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Опоры фирмы, как правило, шарнирные, но в этом видео мы применим жесткое защемление, потому что оно выводит в файл DAT нагрузки на опоры. Жесткое защемление можно назначить только граням, поэтому на концах поясов эти грани были сохранены. Все готово к расчету. Переходим в Calculix, нажимаем записать файл задачи и запускаем расчет. Вот наши результаты. Перемещение нашей фирмы И заполяю напряжение Также в файле DAT реакции наших опор Добавим фильтр результатов В нем результаты более читабельные Выведем напряжение по мизису И сохраним результаты как картинку Задержимое файла DAT Сохраним как текст Теперь проверим общую устойчивость фирмы Удалим старые результаты На фирму у нас будут опираться прогоны Поэтому в местах приложения нагрузок Добавим закрепление От выхода из плоскости верхнего пояса Заходим в Calculix Нажимаем записать файл задачи Нажимаем отредактировать файл задачи Находим строку static И заменяем ее на buckle Далее в следующей строке Пишем желаемое количество фор Потери устойчивости И ограничусь пятью Далее закрываем файл задачи Не забываем сохранить изменения И запускаем расчет Вот наши результаты Расчет устойчивости выполняется шагово-итерационным методом Первый результат Это нулевой шаг Формы потери устойчивости Это следующие пять результатов Информация об устойчивости Выводится в файл DAT В виде коэффициентов запасов Если коэффициент больше единицы То конструкция устойчива Если меньше единицы То конструкция неустойчива Как видим Коэффициент устойчивости нашей фермы Намного больше единицы Значит ферма устойчива Рассмотрим теперь формы Потери устойчивости фермы Первая форма Это потеря устойчивости Сжатого элемента нижнего пояса Вторая форма аналогичная Но уже с другой стороны пролета Третья тоже Но с обоих сторон пролет Четвертая Выход из плоскости нижнего пояса Пятая форма аналогична Но уже в другом направлении Поскольку коэффициент запаса Для четвертой и пятой форм Равен шести То раскрепление нижнего пояса Для этой фермы не нужно Вот все необходимые для конструирования Результаты расчета Информация о прочности Об устойчивости И нагрузка на опоры На этом все Дякую за увагу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok